Доброе утро! Как вам мой новый цвет волос? Сегодня буду вам рассказывать о том, как не получить 500+, а о том, как отдать 500+. Да, такое тоже бывает. Работает кофемашина, потому что будем с вами сейчас пить кофе. Да, буду вас вертить, чуть-чуть крутить, простите немножко. Нет времени просто сесть спокойно выпить кофе. Так, а, кстати, хотела вам показать сушеные помидоры. В последний раз купила в бедронке вот такие сушеные помидоры, очень вкусненькие. Но стоят на порядок дороже, чем вот эти, а по качеству вот эти нисколечко не уступают. Поэтому нет смысла переплачивать. Я вообще зачем полезла в холодильник? За молоком. За молоком. Почему в холодильник за молоком? Буду молоко сейчас греть в микроволновке для кофе. Почему? Потому что капучинатор я сломала еще года полтора назад. И все кофе, весь кофе, который мы пьем с молоком, молоко приходится греть. Кстати, может быть, кто-то знает, где можно найти детали для кофемашины. У меня Philips, и вот здесь вот должен быть стаканчик с таким, с подачей молока, и уже автоматически молоко превращается в пенку. То есть, ну, как бы, я сломала капучинатор, в общем, простыми словами. Если вдруг кто знает сайт какой-нибудь, где в Польше можно заказать, сбросьте мне в комментариях, очень-очень надо ссылочку. Так, молочко сейчас нагреваю. Я не знаю, помните ли вы ситуацию с 500+, но начну сначала. В январе месяце этого года, по-моему. Да, этого года, потому что карту по быту мы получили в этом году, значит, этого года. Так. Кстати, вот эту чашечку нельзя засовывать в микроволновку. И в посудомойку тоже. Поэтому приходится греть молоко в другой чашке, а потом уже переливать в эту. В общем, сложности. Так, чуть-чуть отойдем. Так вот, в январе этого года мы подали на 500+, на троих детей. Но так как у нас дочь от первого брака, Виталик является в простонародье фактическим опекуном ребёнка. Но ни в коем случае не правным, да. То есть мы не подавали ничего в суд на то, чтобы у него были какие-то на неё права. То есть он просто фактически исполняет обязанности опекуна. Ну а на карту побыта он смог податься на неё. То есть он подал на карту побыта на ребёнка, на старшего. То есть, ну как бы от первого брака, да. Мы в законном браке, естественно. Специалист, который рассматривал все эти дела, не досмотрела и автоматически назначила пособие на всех. То есть эти выплаты 500+, мы получали на троих. С января по май. Май это, то есть такой конец периода. В конце мая мы подаём новый внёсок, новое заявление. И здесь уже другой специалист досмотрела, что что-то там не так с отчеством и с фамилией ребёнка. Потому что имя одно и то же. Возможно, первая так и пропустила. Первый специалист, не обязательно это была девушка. Может быть, это был мужчина, не помню. Вот. И нам назначили, то есть пришло такое письмо, что на двоих мы можем, конечно, назначить пособие. А на третьего ребёнка, пожалуйста, будьте добры, верните. На минуточку это за 5 месяцев. 2 500. То есть 500 злотых умножаем на 5 месяцев. 2 500. О, мой кофе готов. Вот. Ну, естественно, мы были не согласны, потому что и начали писать о дволанне. То есть я ходила к правнику. Мы написали такое прям красивое письмо. Почему красивое? Не знаю, почему красивое. Так, у меня ещё и сахар кончился. Красота. Сейчас будем с вами ещё сахарочек насыпать. Вот. Написали мы это о дволанне. Отправили. И на это о дволанне нам тоже пришёл отказ. Что да, они совсем согласны. Что мы... Сейчас чуть-чуть вас потрясу. Простите меня, пожалуйста. Вот. Нет, чуть выше. Вот так, наверное. Вот так можно чуть ниже. Вот. Получается, на всё нам пришёл ещё раз отказ. Что не-не-не, мы всё понимаем прекрасно. Причём у нас... Мы описали очень красивую ситуацию. Что мы проводим быт вместе. Проводим всё по-польски. Что мы вместе ведём домашнее хозяйство. У нас все финансы общие. Что деньги идут на детей. И очень многие советовали, хорошо, если у вас не получится доказать, что он мог, то попробуйте переоформить на меня. И вот эта вот суть переоформить на меня. Можно было бы переоформить на меня, если бы период не закончился. Если бы, например, они бы вспомнили об этом или увидели это в мае, в апреле, тогда можно было переоформить. Но период закрыт, к сожалению, уже нет. Естественно, сейчас уже выплату 500 плюс я получаю на Ярославу уже с июля месяца. Но вот 2 500 нужно будет отдать, как неналежные побраны. В общем, незаконно полученные средства, скажем так. Вот так. Вот. Представляете? То есть обидненько, конечно, было. 2 500, когда ты получаешь 500 злотых в месяц, это нормально. Когда тебе нужно отдать в месяц 2 500, это уже как бы так тяжело и ощутимо для семейного бедрета. Поэтому позавчера получила новое письмо, в котором написано, что все в порядке, можете не отправлять. Мы просто вам не доплатим. То есть в ноябре мы не получим, в декабре мы тоже не получим. И в январе с нас спишут еще оставшиеся 597. Почему 597? Ну, то есть на двоих детей там в январе 1000, в ноябре 1000, в декабре 1000 и в январе 597. Почему 597? Потому что накапали проценты. Причем проценты знаете откуда считали? Проценты начали считать еще с января месяца. То есть после, или, наверное, с февраля. То есть после первой суммы сразу же, моментом, то есть не с мая, не-не-не, а как только первую сумму получили, тут же начали считать проценты. Вот так. Так что вот такой вот у нас опыт уже есть. Не приобретение 500+, а наоборот отдача 500+. Что еще интересного? Так, по поводу меню. Очень удобно, что я написала меню, но не учла одного момента. Не учла того, что... Кстати, вот кофеерчик. Ой, так люблю эти чашечки, очень красиво. И очень так приятно из них пить кофе. Не учла момента, что дети еще ходят в Шимаху, и дети в Шимахе кушают еще. У них там подвечерок и обед. Поэтому остается больше. И, например, вот борщ буду варить только сегодня, хотя должна была варить еще вчера. Потому что все было, и это было бы, ну, впустую. Тем более Виталик тоже жаловался, что почему мы борщ варим без него. Вот, поэтому как раз сегодня вечером сварю. Замочила фасольку. Я покупаю обычную фасоль. Я люблю, конечно, в банке. Ну, а Виталик любит вот, я не знаю, видно будет, не видно. Вот такую вот фасоль я ее замочила. И вот как раз к вечеру она будет нормальная. И вечером приду с работы и сварю борщ. Сейчас еще шоколадку возьму. Так что, вот такие вот у нас дела. Неприятненькая ситуация. Но, с другой стороны, все в порядке, как бы. Нужно читать. Все нужно читать и так досконально. Потому что в законе, который прописывает о том, кто имеет право получать, написано, опекун фактичный может получать. И опекун правный тоже. Но на самом деле получилось по-другому. А еще сегодня 4 ноября, уже 4 ноября. И то, что мы болели, нас немножко выбило из колеи. Особенно меня. Потому что до 5-го, до завтра мне нужно сдать все планы на работу. Дидактически. То, что я буду делать с детьми. То, что я делаю, у меня все это есть. Это легко. Это по методичке. Ты просто проводишь занятия. Но это все нужно написать. Это все нужно скомпоновать и сдать. Вот. Для подписи. Потому что там все-таки ведется жесткая документация. И сегодня у кого-то будет бессонная ночь. Я надеюсь, хотя бы в час лечь спать. Посмотрим. Вам спасибо за просмотр. Все, кто переживал, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Нам придется вернуть их. Но ничего страшного. Жизнь продолжается. Будем умнее. Будем в следующий раз читать все более докладнее. Уже начинаю говорить по-польски. Всем спасибо за просмотр. С вами увидимся завтра. Завтра прямой эфир на русском языке. К сожалению, польский вариант прямого эфира мы, к сожалению, не провели. Мы в это воскресенье ездили на губоловку. Надеюсь, в это воскресенье эфир все-таки будет. А завтра эфир на русском языке, к сожалению, без Виталика. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok